Моцарт в джунглях По сюжету молодая габаистка Хейли перебивается игрой в несуразных мюзиклах и частными уроками отпрысками с апперкласса. И тут ей выпадает шанс пройти прослушивание в престижный Нью-Йоркский филармонический оркестр, в котором происходит революционная смена поколений. Седого и маститого дирижера, его играет Малькольм Макдауэлл, отправляют на пенсию, а на его место ставят напыщенного и говорящего с акцентом вундеркинда Густава в этой роли кудрявой Гаэль Гарсия Берналь. Валторны вступили на такт позже, что совершенно сбило с толку кларнет, и мы не смогли прочувствовать задуманную Чайковским смену динамики с 27 по 34 такт. А Бруно, Бруно Кассель, контрабас. Он старый, с трудом держит смычок. В основу сериала легла автобиография, очень откровенная автобиография одной нью-йоркской габаистки, которая не побоялась заглянуть в оркестровые ямы классических музыкантов. Сериал буквально наводнен очень пестрыми персонажами, которые веселятся, кутят, устраивают какие-то зашкаливающие вечеринки, а потом надевают фрак и отправляются играть высокую музыку. Пилотные серии этого сериала снял автор «Американского пирога» и знакомство с факерами Пол Вайтс. А одну из серий поставил сам Роман Коппола. Другой режиссер художественного кино Ли Дэниелс тоже оказался в телевизионном цеху. Мастер таких социальных драм Дэниелс прославился картинами сокровища и прогремевшим в каннах газетчикам. Теперь ему доверили о сериале «Империю» – телевизионную сагу про некую семью, которая владеет музыкальным лейблом Empire Entertainment. «Президент пригласил вас на вечерний банкет в Белый дом». «Ладно, передай бараку». «Да, но это последний раз в ближайшие месяцы». Говоря языком человеческим, это классический сериал «Династия», помноженный на кино «Кадиллак Рекордс». Но если в последнем речь шла о знаменитой звукозаписывающей конторе, откуда есть пошли Мадди Уотер, Сета Джеймс и сам Ритм Блюз, то все здесь заточено под звезд хип-хопа и соло. Основатели империи – супружеская пара, сделавшая первый капитал на торговле наркотиками, а с годами превратившаяся в музыкальных магнатов. К моменту, с которого начинается повествование, всем руководит глава семейства Люциус Хаким. Его жена Кики, отмотав срок за наркотики, выходит из тюрьмы и желает вернуть свою долю в семейном бизнесе. Твоя игрушка куплена на мои 400 тысяч, и ты это знаешь. Я отсидела за эти деньги 17 долгих лет, и теперь я хочу свою половину компании. Взрослые сыновья семейства вовсю сами пытаются строить свои музыкальные карьеры. Младшие – бесталанные и наглые, а старшие – тонкие, ранимые и геи, за что очень презираем отцом. Сейчас 2015-й. Это не проблема. Футболисты и те не скрываются. «Империя» – относительно мыльная музыкальная эпическая опера с полностью афроамериканским составом, порой звездным. Главную роль играет Терренс Ховард, звезда скороносного столкновения. А еще есть Кьюба Гудинг-младший, певица Мэйси Грей и наема Кэмпбелл. Обе играют любовниц главы «Империи», имеющих на него сильное сексуальное влияние. Белым пятном в этом черном царстве на экране появляется Кортни Лав. Вдова Курта Кобейна, кто бы сомневался, играет штатную рок-звезду «Империи». Яркая камео досталась ей слегка подзабытой соул-диве «Гладис Найт». Детище телесети «Фокс. Империя» выросла из безымянного пилота и дала какие-то совершенно зашкаливающие рейтинги, лучшие показатели за последние три года. «Фокс» был так впечатлен, что продлил сериал и на второй сезон. Пока в сети гуляет первый сезон, так что приятного вам просмотра. На сегодня все, и встретимся очень скоро. Это был специальный видеоблог «Телесеть», посвященный кино-телевизионному. Пока!